Привет, Ютуб! А вот Хону можно забанить за такое, даже пермачом, пусть потом пишет объяснительное за свое отвратительное поведение. Так вот, в конце прошлой недели случилось страшное, точнее даже не то чтобы страшное, а просто нечто невероятное. Я бы, наверное, об этом бы даже не заострял никакое внимание, потому что я обычно эти вещи не обсуждаю, ну типа, как бы, заанонсили и заанонсили, но Михаил сделали, наконец, некоторые вещи, которые давно хотелось бы увидеть. Вот. Конечно, они снова их сделали, не тогда, когда бы мне хотелось, но мы сейчас это все обсудим. Вот. Для тех, кто пропустил в танке, слоупок, отмечал Новый год, лежал лицом в салат, поясняю, начиная с 30 декабря вышла просто целая гора новостей по Геншину. Для удобства возьму твиттер русского Геншина, потому что, в общем-то, там тоже все самое написано, понятно, все на русском, твиттер официальный и все дела. Во-первых, поскольку баннер Шеньхэ выходит 5 января, и незадолго до этого обычно выкладывают вот такую вот инфушечку по Шеньхэ, обращаю внимание, она все еще без пупка. Вот. Да, когда все, некоторые особо внимательные люди знали это и до этого, да. Но было бы совершенно прекрасно, если бы вот этот вот значочек, обзор материалов возвышения, обзор возвышения уровня талантов и все остальное, они бы публиковались тогда, когда анонсировали саму Шеньхэ. То есть вот эта вот табличечка, я считаю, она должна быть, была аж вот. 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 Ну где? Пупочек, где же ты? Появись уже, сколько можно мотать. Вот здесь. Ну то есть 22 ноября было бы совершенно прекрасно, если бы вот на этой вот картинке были бы эти самые материалы. И вот тогда Михаил познает как бы дзен. И это будет, я уже давно говорю, что это будет прям первой, буквально, победой над сливерами, над всеми этими срачами, потому что люди будут меньше интересоваться тем, всеми этими сливами, от которых Михаил так горит в жопу, вот. Потому что будет закрыт один из главных вопросов. О боже мой, анонсировали нового персонажа, что же мне нужно на него собирать? И все. И ведь как только персонаж будет анонсирован, и все, что нужно на него собирать, будет написано вот на этой самой картинке, все проблемы буквально исчезнут. И все. Но уже все равно, тем не менее, все равно радует, что у нас с вами Шеньхэ, она получила хотя бы уже вот так, это уже шаг вперед. То есть теперь можно надеяться, что Михаил услышит все остальное, да. Это уже так хорошо, то, что нужно скрыть, можно оставить с вопросиками, и так очевидно, что на месте этого вопросика очевидно какой-то новый босс. Но хотя бы люди смогут подготовиться за месяц к Шеньхэ, а не за неделю. То есть тут уже хорошо, конечно, что не за неделю кто-то сможет подготовиться, да. Не будем показывать пальцы на тех, кто сливает там смову в руду и так далее. Вот. Ну, в общем-то, это уже хорошо, это уже шаг вперед. Будем сейчас надеяться, что они потом примут все это к сведению и будут вот эту табличечку Шеньхэ, значит, постить на самом анонсе перса. Это еще не все. 31 декабря просто случилось вау. Просто вау. На моей памяти это один из первых пред-патчноутов, так сказать. Для тех, кто не в курсе, Михаил выпускает патчноут в день патча. То есть у нас сейчас новый патч, он выходит 5 января. И там будет вот такое здоровенное тонна текста, которую, конечно же, никто никогда не читает. Ведь мы с вами помним некоторые драмы в прошлом году, связанные с этим, да, когда люди не прочитали патчноут, а потом кричали. О боже мой! Лизу понерфили, суки! И даже не написали об этом! Как могли вообще? Волки позорные! Да, на самом деле нужно было просто прочитать патчноут, где там прямо было написано, что у Лизы исправили то-то-то. Вот. Так вот, помимо вот этого самого патчноута, который нас еще ждет 5 января, будет... Еще такой прэ-патчноут, такая демо-версия патчноута, которая вот... Ну, обычно они ее выкладывали где-то за несколько дней. Тут они выложили, решили, 31 декабря. Ну и, короче, к чему я все иду. То есть вот этот прэ-патчноут тоже нужно обязательно читать, поэтому... То есть если вы вот читаете там какие-то официальные соцсети, там всегда вот это вот выкладывают. То есть обычно люди-то читают вот эту вот всю херню, и почему-то мало кто кликает на ссылку. А в ссылке находится, так сказать, самая мякотка. Вы, конечно, можете читать, например, мою телегу, в которую я тоже все выкладываю кратенько. Тык-тык-тык-тык-тык по пунктикам. Вот. Ну, то есть и здесь самое важное и интересное, это, конечно, то, что там техработы будут. Это мы все так и знаем. Там 300 примагемов нам дадут за эти самые техработы. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Когда будут ивенты. Опять же, да, здесь очень важно, что много есть инфы про все ивенты. Вот. То есть в данном случае нам написали про экономию. Когда будут ивенты. То есть вот основной, например, ивент, который всех прям сильно беспокоит. Это когда же, который называется, когда же нам дадут 10 круток. Спасибо, Михаё. Жаль, что не Тойота. Он начнется 25 января. То есть во второй половине патча. Поэтому сразу планируйте, что эти самые 10 круток вы получите только когда. Правильно. Во время джунли и гоню. Вот. Дополнительные еще 3 крутки будут давать с 9 по 12 февраля. Вот. То есть мало того, что 10 круток дадут, еще дадут 3 Тойоты. Крутки, конечно. Вот. То есть основной, очевидно, что основной ивент тоже будет, естественно, с 25 января тоже во второй половине патча. Of course. Опять же, тут вот сразу написано, что скин на Нингуан будет даваться в этом ивенте. Поэтому, кто хочет получить на халявочку скин Нингуан, придется немножечко подождать. В первой половине патча нам это не светит. Стоит у нас светит скин Кацин. Хоба. Который будет доступен сразу. Сразу, кстати, здесь почему-то это не написано или это написано где-то в другом месте. Наверное, будет написано чуть пониже, да? Ну ладно, там дальше будет еще все в картиночках сразу для слоупоков. Я-то хотел сказать по-другому. Тут, конечно, бла-бла-бла, задание поручений. Но нас интересует больше всего это, например, вот изменение и улучшение. Это самое важное обычно, это то, что надо знать. Не то, что желательно почитать. Потому что здесь вот эта вот вся оптимизация, например, во-первых, что самое интересное, это вот то, что теперь у нас щенки разрыва будут разрывать жопу не только и на зуме, но и в Манштадту. Некоторые там уже бухтят по этому поводу кста. Вот, в Вальфиндоме будут тусоваться, начиная с 2-4. И еще из таких интересных вещей, это... То, то, что... Кроме того, что понижено будет некоторые там задания... Задания мира понижена сложность, будут некоторые точки врагов и объектов как-то переброшены, потому что возле точки телепортации предместилиша в Лиюе и из-за новых заданий мира. Ну, а самое прикольное, конечно, то, что вот уже, то есть опять будет замена поставщика приложения. То есть опять здесь уже пишут про смену издателя на Когносферы. Опять очередная, я не знаю, наверное, уже подозреваю весь Ютуб в этом, во всем. Боже мой! Геншин больше не будут делать Михаё, будут делать какие-то там Когносферы, ПТЕ, ЛТД. Боже мой, все пропало, игра умирает, игру продают, жесть! На самом деле, хуйня, ничего не меняется, кроме того, что ваши донатики, если таковые есть, будут уходить не Михаё, а Когносфера. Суть одна и та же на игру. Это абсолютно никак не повлияет. Я держу вообще, ставлю свою жопу на то, что если бы вы вот про это не прочитали, или какие-нибудь хайпожорские ребята про это бы не кричали на каждом углу, никто бы даже этого не заметил, потому что с игрой вряд ли что-то случится. Ну, все это я говорю к тому, что очень важно бывает почитать вот эту всю инфу, потому что здесь все написано подробно. И при этом, из радостных-то вещей, из радостных вещей, да, то есть можно про все отдельно события эти здесь прочитать. Про все отдельно. То есть типа «Искры времени» вот отдельно, то есть когда нам пришлют все эти круточки, письма и все остальное. Вот прям конкретно про ивент. Все расписано. Важно кликать по ссылкам. Короче, самое интересное в этом всем то, что Михаё показали аж 31 декабря за 5 дней до патча, они этого никогда не делали, они заанонсили все баннеры. Не первые баннеры, не баннеры первой половины патча, а вообще все показали. То есть оружейный баннер, который у нас будет первым. Оружейный баннер внезапно, который будет вторым. Теперь мы знаем вообще сразу все. Сразу все знаем. Баннер с Жун Ли показали, который будет во второй половине патча. Баннер с Сяо, который будет в первой половине патча. Баннер с Ганью, который будет во второй половине патча. Баннер с Шин Хэ, который будет в первой половине патча. То есть они все сразу показали. Статы оружки тоже заранее показали, что нужно на нее фармить. Ну конечно вот эту инфу надо бы еще пораньше показывать, но уже тоже прекрасно. То есть если они вот так и будут делать дальше, то есть показывать прям сразу перед новым патчем, будут показывать сразу все баннеры, это супер круто. Я бы, конечно, хотел, чтобы вот эти вот все баннеры показывали бы, не знаю, еще пораньше, что было бы тоже клево. Но даже так это опять очередной шаг вперед от Михаила. Потому что вот эта вот инфа прям, все баннеры, все вот это вот, это супер круто. То есть теперь там никто не ждет, там никто там не кричит. А вот в сливах сказали, там, кстати, напоминаю, между прочим, в сливах, вот здесь вместо нефритого коршуна, некоторые люди кричали про волчью погибель. Так, ну и где вы все? Где вы все сейчас? Где? Где? Где ваша волчья погибель? Я помню, мне паучата про это писала. Паучата, вот так вот. Будете три копья крутить, Леги, в этом патче. Вот. Так что, как бы, это очень круто. Все баннеры мы теперь знаем заранее, на весь патч. Очень надеюсь, что в следующий раз это будет ровно точно так же. Очень надеюсь, что, там, за какую-нибудь неделю до патча 2.5 они то же самое сделают. Тоже сразу все баннеры выложат, сразу все покажут. Покажут оружие, какое качать. Покажут, какие нужно... Что нужно будет качать для новых персов, которые будут в 2.5 и так далее. И так далее. Так что, это все супер прекрасно. То есть, нам все сразу показали. Все рассказали про все там задания. А! Про все квестики. Еще, кстати... Да, показали, когда будут, значит... Ивенты. То есть, первый ивент у нас, это будет Поляна Урона 2.0. 7 января начнется. Очень надеюсь, с зельями. Второй ивент будет Прятки, начнется 13 января. Третий ивент будет Стануки, начнется 4 февраля. Ну и потом будет, значит, у нас... Мейн ивент с... Скином Нингуан, там, четверкой на выбор и так далее. Вот. А, ну да, костюм Кацин будет доступен сразу, потому что, видите, как они... После обновления версии 2.4, то есть, костюм Кацин будет доступен сразу. И сразу можно будет сделать этот хитрый план. Купить себе полгода Луны. И купить сразу на сдачу костюм Кацин. Вот. Дейтсимщики тоже будут сразу. Ну и все остальное... Тут все как всегда. Вот. Энкономия тоже будет сразу. Спасибо большое за 7 месяцев с нами, спасибо. Спасибо огромное. Ну, салютики как ловля. Ну и на самое сладкое, конечно же, да, то есть, 31 декабря был еще и день рождения Джун Ли. Тут классные артики на Джун Ли. А, ну да, вот они еще... То есть, помимо того, что... Мне понравилось, что они запостили, значит, кучу инфы в текстовой версии, да. Они еще и, блин, запостили ее специально для всех тех лентяев, которые не хотят читать текст. Все в инфографике. Вот тебе, пожалуйста, про ивент с 10-ю крутками. Вот тебе, пожалуйста, про то, что там дадут на мейн-ивенде, да. Персон, выбор, все дела. Вот тебе, пожалуйста, еще дадут всякие подарочки, все дела, все это. А, опять же, веб-ивент с Шенхэ, который всем рекомендую, кто еще не прошел, с Роприворгенов на дороге не валяется. Ну и на самое сладкое, конечно, мы все это ждали вот сегодня, 3 января должно было это быть, 31 декабря, внезапно заанонсили Я и Мика. Супер внезапно. И больше, кроме нее, никого не заанонсили, поэтому на данный момент можно практически утверждать, что это будет единственный новый Персов 2.5, то есть, похоже, новых четверок нам не светит. Кто знает, конечно, что там могут Михаил еще придумать, но на данный момент заанонсили только Я и Мика. Есть, конечно, небольшой, небольшой такой, так сказать, довод про то, что ее заанонсили, потому что слили именно вот эту вот картинку заранее. Слили ее, кстати, на русском, поэтому есть вероятность, что русский отдел ее получит пизды, или не знаю, кто это сделал. Вот. И именно поэтому ее быстренько решили заанонсить официально. Но все радуются Я и Мика. Она там побила уже миллион рекордов там по лайкам в Твиттере. В официальном, конечно, то есть в русском Твиттере всего 8 тысяч лайков, а если я не ошибаюсь, по-моему, в английском Твиттере, там вообще аврал просто... Где там она? Да, там, то есть 339 тысяч лайков, миллион там ретвитов, короче, в общем, прям вау. Просто огонь. Ну и это тоже круто, да. Тоже круто, что это не за два дня до патча, а еще пораньше, то есть вот опять же... И опять же, как я говорю, вот надеюсь, то, что рано или поздно Михаил дойдут до того, что вот это вот Я и Мика, и... То есть инфа о том, что нужно для ее прокачки, она тоже будет где-нибудь здесь, на ее ножках, так сказать. Вот. То есть то, что для нее нужно вот этот Бостер, если он, конечно, не какой-нибудь тайный, вот эти вот... Там, не знаю, диковинки, чтобы собирать вот эти книжки на таланты и так далее. Это будет супер круто, это вот прям буквально единственное, что осталось, это нужно, чтобы на Я и Мика были вот такие вот... Вот такая вот инфа по ней, потому что сейчас, кроме того, что будет Я и Мика, и очевидно, что она будет в 2.5, ничего неизвестно, но было бы здорово, если бы уже было понятно, к чему нужно готовиться и какие ресурсы на нее собирать. Вот. А, вот эта картиночка еще пиздец. Так что, такие дела. Ну, естественно, да, про Юнзинь тоже нам рассказали буквально вчера. Ну, кстати, этого я тоже не понимаю, почему про Шэньхэ там рассказали 30 декабря, про Юнзинь аж 2 января. То есть, что мешало одновременно написать вот эту вот базовую информацию и Шэньхэ, и Юнзинь в один день, так как до патча 3 дня нам только вот написали, что на нее нужно собирать. Это как-то, знаете ли, неприятненько. Неприятненько, но ладно. В любом случае, я хотел сказать, весь этот обзор МФЫ я сделал для того, чтобы выразить свое пожелание, что, в принципе, я рад, что Михаё начали идти хоть какой-то правильной дорогой и анонсить все немножечко раньше. Вот. начали писать какие-то вещи, начали анонсить еще раньше, чем было. Очень сильно надеюсь, что это не там специальная новогодняя акция или там предканикульная их акция, потому что у них в Китае хуже, чем у нас. Там тоже неделя этого их китайского Нового Года, когда все бухают, никто не работает. Вот у нас сейчас эта неделя, у китайцев будет через месяц примерно. То есть, очень супер надеюсь на это. Вот посмотрим поэтому через шесть недель, когда в преддверии выхода патча 2.5, посмотрим, что они там на анонсят, будут ли они баннеры сразу тоже показывать, которые будут в 2.5 и все остальное, что там будет, что как. Было прикольно, конечно, если бы они там, например, все это делали вместе с презентацией, например. Так что... Вот. В целом, круто. Уже круто. Надеюсь, что со временем и все будут показывать и раньше, и тогда вообще никому сливы интересны не станут. Так что вот.